гуляя по нью-йорку смотрите под ноги это правда что многие достопримечательности города на вершинах небоскребов но есть и те что встроены прямо в тротуар на них и посмотрим финансовый район где высокие башни притягивают взор особенно богат на подножные диковинки на углу бродвея и made in lane старинные часы еще идут а по ним идут тысячи ног ежедневно прямо по голубоватому стеклу в латунном корпусе который час говорите 1825 почти точно их здесь установили на рубеже 19 и 20 веков точная дата неизвестны хотя здесь и написано 1884 год часы рекламировали ювелирную фирму вильям бартман магазин ее находился прямо здесь магазин давно переехал а часы остались напоминая о гилдет эйдж золотом веке американского капитала совсем другую эру помнит wall street когда в семнадцатом столетии крошечный новый амстердам только появился на голландской карте мира эти деревянные квадратики встроенные в мостовую wall street все что осталось от городской стены проходивший здесь 400 лет назад направо новый амстердам налево индейцы если читать тротуар как старинную книгу то можно узнать многое об истории города вот например свернув с wall street на бродвей держите голову опущенной только осторожно не столкнитесь с брокерами и туристами вы в каньоне героев на самом юге манхэттена тротуары здесь украшают памятные таблички они увековечили парады в честь героев так называемый ticker tape parade то есть такие парады когда клерки из офисов выбрасывали телеграфную ленту с тех пор телеграфной ленты уже давно нет вместо нее электронные коды но традиция парадов осталось последний такой парад проводили совсем недавно честь медицинских работников города самый разгар пандемии мемориальные знаки отражают моменты нью-йоркских торжеств символично что первым был парад в честь открытия статуи свободы 1886 году надписи в каньоне героев словно газетные заголовки хроника одной гранитной строкой в тротуаре в мае 1917 здесь был французский маршал в октябре 19 бельгийский король и королева интересно что позже в герой записывали уже не только монархов и полководцев вот например женщина-авиатор эмилия эрхард отмечена дважды в двадцать восьмом и тридцать втором годах за свои трансатлантические перелеты последний она совершила в одиночку пятьдесят восьмом здесь чествовали пианиста ван клиберна победителя конкурса чайковского ван клиберн был одним из первых представителей народной дипломатии человеческого контакта между востоком и западом за это и парад на центральным парком скрипичная мелодия через динамик в этом весь нью-йорк классика одетая в джинсы и бейсболку задом наперед минорная тональность соответствует месту в парковую дорожку встроена табличка в честь детей потерявших родителей 11 сентября 2001 это неофициальный памятник частная инициатива семьи стюарт фрэнкель молодой музыкант родился уже вероятно после той трагедии потрясший город и мир памятные знаки это не только таблички продолжим гулять по тротуарам короткий бросок по 78 улице на восток буквально в трех минутах ходьбы от музея метрополитен искусство прямо под ногами на тротуаре мэдисона веню причудливые линии интересно сочетаются с картинами власке букиниста и творениями из шоколада во французской кондитерской вихре из черно-белой плитки творение художника александра колдера вот в уголке и подпись как положено си эй 70 год александр колдер был более известен своими мобильными скульптурами оттого может быть и в мозаике тротуара столько движения произведение за полвека уже не раз реставрировали как как быть иначе на оживленном участке верхнего исайда плитки мозаика в нью-йорке вообще популярны как средство выражения творческого и не только своей земли не продадим ни пяди не треугольничка собственно об этой жадности мемориальная табличка на углу кристофер стрит и 7 авеню в тротуар возле сигарного магазина в гринвич виллич встроена крошечная треугольная мозаика с надписью собственность поместье гессов которая никогда не предназначалась для общественных целей такой миниатюрный маркер нью-йоркской истории семья гесс наотрез отказалась продать городу небольшой клочок земли когда здесь власти нью-йорка выкупали частную собственность под строительство новой широкой авеню и совсем рядом прямо посреди 7 авеню очень странные дела в асфальт у перехода вдавлена мозаика лого давно исчезнувший телефонной компании белл а под ним загадочная надпись дом аида один человек против всех властей 2019 это так называемые плитки тойнбе тайные послания которые вот уже 40 лет находят в городах на северо-востоке сша артистическое акультическое хулиганство неизвестного художника эдакий бэнкс и в мозаике впрочем может и нет здесь никакой мистики просто нью-йоркские сумерки вот цветы солнца смешиваются с огнями небоскребов а тротуары с их памятными знаками погружаются в темноту такая повседневная магия